Сегодня мы поговорим о том, какие последствия ждут иностранца, который решил начать предпринимательскую деятельность в форме индивидуального предпринимателя или в форме СПЗО. Это очень важный вопрос, потому что очень часто ко мне приходят клиенты, которые сначала зарегистрировали свою предпринимательскую деятельность и только потом позаботились, начали заботиться о том, как им легализировать свое пребывание. Так вот, данный порядок действий я не считаю правильным и объясню почему. Почему? Законодательство в области миграционного права предусматривает три критерия, которым должна соответствовать предпринимательская деятельность для того, чтобы данный иностранец смог получить разрешение на временное пребывание. Первый критерий – это критерий дохода. Чтобы получить разрешение на временное проживание с целью введения предпринимательской деятельности, данная предпринимательская деятельность должна приносить прибыль в размере не менее чем 12-ти кратность средней заработной платы в данном воеводстве. В данном, то есть в том воеводстве, в котором вы зарегистрировали свою предпринимательскую деятельность. Что это значит? Это значит, что по итогам финансового года, он может быть полный, он может быть неполный, фирма, в которой вы осуществляете предпринимательскую деятельность, должна сгенерировать такую прибыль, которая превысит 12-ти кратность средней заработной платы. Средняя заработная плата по воеводству за предыдущий год всегда публикуется на сайте Главного статистического управления ГУС. И вы можете с ней ознакомиться. Говоря проще, примерно размер прибыли, который должна сгенерировать ваша фирма, составляет от 50-ти до 70-ти тысяч злотых. Тут необходимо очень внимательно посчитать, какая же прибыль была показана вашей фирмой в предыдущем финансовом году. Дело в том, что прибыль по-польски означает доход. И я прошу в данном случае не путать с русским понятием доход, потому что доход по-польски это пшихут. Так вот, та прибыль, о которой мы говорим, образуется в результате, когда мы от доходов вашей фирмы, то есть от всех накопленных денежных средств вашей фирмы, отнимаем расходы. Соответственно, по-польски это будет пшиходы минус кошты, равно доход. Соответственно, вот этот доход должен быть не менее чем 12-ти кратность средней заработной платы по воеводству. Хочу, чтобы вы обратили пристальное внимание на это. Это очень важно. Не каждый мигрант, не каждый бухгалтер даже обращает на это внимание. А когда обращают внимание, уже становится поздно. И так, как я уже сказал, то количество дохода от 50 до 70 тысяч злотых должно быть сгенерировано вашей фирмой за прошлый год ее деятельности. А это значит, что первому критерию не может соответствовать новая фирма, так как она недавно была зарегистрирована. Если мы не можем выполнить первый критерий, давайте посмотрим, какие остальные критерии. Вторым критерием является создание рабочих мест. Вы можете, вместо того, чтобы обеспечить в предыдущем финансовом году определенный уровень прибыли, заключить с двумя гражданами Польши или с иностранцами, обладающими разрешениями на постоянное проживание, трудовые договоры на неопределенный срок, причем на полную ставку. И эти работники должны проработать как минимум год на вашей фирме. Как видите, второй критерий также не подходит для новозарегистрированных фирм. Соответственно, ни первый критерий мы не можем выполнить, ни второй критерий мы не можем выполнить. Для таких случаев законодатель оставил лазейку в виде третьего критерия, который говорит нам о том, что если фирма не выполняет ни первый, ни второй, то она должна предоставить доказательства того, что в будущем она выполнит либо первый критерий, либо второй. То есть в будущем она либо трудоустроит двух граждан Польши по трудовых договорам, о которых я ранее сказал, либо ее прибыль достигнет необходимого минимального порога. И, как правило, на данном этапе возникает множество проблем, потому что иностранцы не знают, какими же документами доказать возможность фирмы сгенерировать этот доход, либо трудоустроить двух граждан Польши или двух иностранцев, обладающих разрешением на постоянное проживание. Как правило, таким документом является бизнес-план, либо это может быть договор аренды, либо договор покупки какого-то дорогостоящего оборудования. Любые документы, которые подтверждают ваше намерение серьезно вести бизнес, ваши инвестиции, которые были совершены на самом старте вашего бизнеса, чтобы у органа не было сомнений, что ваш бизнес создан для того, чтобы ввести предпринимательскую деятельность, а не просто, чтобы легализировать ваше пребывание. Поэтому перед тем, как зарегистрировать предпринимательскую деятельность в форме индивидуального предпринимателя или СПЗО, составьте бизнес-план просто у себя в голове, либо на листке бумаги, предусмотрите, какие доходы будет получать ваша фирма, какие расходы вас ждут, сможете ли вы достигнуть того уровня прибыли, который нам диктует законодатель, и только потом принимать решение о регистрации фирмы. Это очень важно. Подписывайтесь на канал Школы Медикус, чтобы не пропустить следующие ролики из категории «Знай свои права в Польше». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова